Здравствуйте, это Укралая Судмила Немирия, мы продолжаем наши эфиры. Я хочу напомнить, что спонсор канала Торговая Марка Гейтман. Мы очень рады, что с нами сегодня на связи Николай Сунгуровский, вы очень хорошо его знаете, директор военных программ Центра Разумкова. Николай Викторович, доброе утро, спасибо, что нашли время сегодня для нас. Николай Викторович, я бы в любой другой день начала традиционно наш с вами разговор с ситуацией на украинских фронтах и то, что происходит у нас. Но здесь появилась какая-то информация, которая кажется мне достаточно странной, может быть, вы ее прокомментируете, да? США перевели в боевую готовность несколько американских военных баз в Европе, включая штаб-квартиру командования в Германии, сообщает CNN. Уровень угрозы был повышен до второго. Он называется Чарли и вводится в случае получения разведданных об угрозе теракта или нападения на персонал, либо объекты, а также, когда происходит, прямо в кавычках выделено, видимо, это так в инструкции написано, происходит опасный инцидент. Американский чиновник, который находится на базе в Европе, рассказал телеканалу, что они не видели такого по крайней мере 10 лет. По его словам, это означает, что военные получили достоверные данные о готовящемся нападении. Помимо штаб-квартиры Европейского командования вооруженных сил США, в немецком Штутверте детективы, директивы о необходимости повышения боеготовности получили авиабазы, они здесь называются, с объектами в Румынии и Болгарии, а также базы авиана в Италии. Это что такое интересно? В принципе, значит, они получили какие-то различные данные, свидетельствующие о том, что на самом деле Россия готовит какие-то или теракты, но я уж не знаю, какие данные они получили, или какую-то заварушку на лицах. И в этом, на самом деле, авиабазы переводятся в первую очередь. Все сами войска подтягиваются к ним, особенно в прикордоне. В прикордоне, и, ну, скажем, если разведданные, то они должны обладать некоторой точностью. То есть, где готовятся такие инциденты, скажем так. И, ну, в принципе, это не только мера, скажем, сдерживания, а мера уже ответа на готовящиеся вот такие инциденты со стороны, противной стороны. Ну, тогда, Николай Юрьевич, в продолжении того, что вы сейчас сказали, считаете ли вы, что Россия может в ближайшее время дестабилизировать, серьезно дестабилизировать ситуацию в одной из стран НАТО или в нескольких стран НАТО? И считаете ли вы, что Путин переходит к какому-то, может перейти к какому-то новому этапу войны, исходя из вашего опыта и вашего анализа? Может быть, я не знаю, вашей интуиции, как хотите. Ну, это был бы шаг сумасшедшего, уже на самом деле. Потому что, ну, когда у вооруженных сил расистов не хватает сил для того, чтобы, скажем так, каким-то достигнуть каких-то решительных успехов на украинском фронте, открывать еще один фронт, ну, это было безумие. Ну, поэтому я думаю, что это все-таки со стороны России, это пока шантаж. Шантаж для того, чтобы проверить готовность НАТО, ну, скажем, вот на такие, к ответу на такие вызовы. НАТО показало, что готово. Вопросов к НАТО нет. То есть, такие вещи, они не требуют, скажем так, какого-то консенсусного решения на уровне всех членов НАТО. То есть, все эти процедуры расписаны. И в случае вот таких инцидентов, или угроза таких инцидентов, в общем-то, не власть, а управление, оно передается оперативным командам. И они уже принимают такие решения. То есть, ну, скажем, очень часто критиковали и НАТО, и ЕС в том, что они очень медленно там готовят, не то что готовятся, а очень медленно реагируют на вот такие угрозы, на такие вызовы. Ну, на самом деле, если говорить о, скажем, каких-то стратегических вещах, то да, долго. Если говорить о оперативных вещах, это все процедуры проработаны. Есть развернутые силы, есть силы, которые, скажем так, развернуты на ротационной основе, но, в принципе, вот в период, вот такие периоды ротации, опять же, полное управление передается оперативным командам, сатистическим командованием на театре военных действий. То есть, я думаю, что Россия такой ответ получила, и вряд ли сумнется. Хотя не исключено, что отдельные какие-то вот такие провокации, они возможны для того, чтобы, ну, скажем так, подтвердить решительность России. Но я не думаю, что, ну, вернее, Путин рассчитывает на то, что, ну, скажем, уж очень решительного ответа не будет. То есть, в принципе, после вот такого инцидента, особенно на границах, это, ну, Путин мог бы получить ответ по полной. То есть, разгромл той группировки, которая там туда сунулась. Я не думаю, что НАТО на это пойдет. Чтобы, опять же, скажем, в русле вот той их стратегии как бы не развязать войну с ядерной страной, они не, ну, пока они не готовы к тому, чтобы вот каким-то очень уж серьезным ответом. Николай Викторович, мы с вами говорим в неделю перед саммитом НАТО. Ну, фактически, так, за неделю, грубо говоря, да? Ну, к саммиту. Да, вот. И в этом смысле появилось сейчас много разной информации о том, что же Украине могут предложить на этом саммите НАТО. Понятно, что пока, по крайней мере, приглашение стать членом НАТО, наверное, не прозвучит. Хотя вопрос, все бывает, наверное, да? Об этом мы еще обязательно с вами сейчас поговорим. Но вот что более очевидное, о чем пишут в западных изданиях, это о том, что НАТО предложит Украине новую штаб-квартиру для управления всей военной помощью на предстоящем саммите в Вашингтоне. Это является гарантией долгосрочных обязательств Альянса по обеспечению безопасности Украины и воспринимается как мост к будущему членству Киева в НАТО. Об этом сообщили в Нью-Йорк-Таймс несколько высокопоставленных чиновников. И новая миссия объединится с коалицией стран, представляющих Украине военную помощь. И теперь инициативы будут контролировать подготовку украинских военных странах-союзников. Подписание вот этой инициативы, которая будет создана, будет контролировать подготовку украинских военных странах-союзников подписание двухсторонних соглашений о безопасности. Это неожиданно для меня прозвучало, не знаю, о чем идет речь. И о безопасности и отправку техники. Миссия будет базироваться на военном объекте США в Висбадене. С большей вероятностью ее возглавит американский генерал, который будет подчиняться непосредственному высшему начальству НАТО и США в Европе, генералу Кристоферу Каволе. И передача миссии под командование генерала Каволе в НАТО защитит ее от любых политических изменений в Вашингтоне. Николай Викторович, с Вашим колоссальным опытом знания всех вот таких вот закулисных вещей, которые связаны с безопасностными вещами, очень хотелось бы поговорить откровенно, где здесь плюс, где здесь угрозы. Потому что, ну, по-простому я так поняла, да, мне всегда хочется больше, мне всегда всего кажется мало. И поэтому, когда мне сказали, что предложат там другую штаб-квартиру, мне показалось, что это изменение адреса, ну, скажем, из Рамштайна, на вот этот новый городок, который называется, господи, как-то на букву В, да, Висбаден. Ну, подумаешь, это первое, да, замечание. Второе замечание, которое мне показалось важным, не кажется ли вам, что это просто попытка переназвать уже то, что существует, и как бы нас ничего нового не приносит? Но, возможно, возможно, я все это неправильно читаю. Ну, скорее всего, это реакция, опять же, европейских стран на возможность избрания Трампа. То есть, когда сейчас Рамштайн, он, скажем так, возглавляется Соединенными Штатами. Это главный и спонсор военной помощи, и главный координатор предоставления такой помощи. Для того, чтобы... Европа не собирается, скажем, сбавлять темпы помощи Украине. Но в случае, ну, не то чтобы выхода Соединенных Штатов из этого формата, а в случае, скажем, торможения поставок из Соединенных Штатов, в случае торможения, скажем, тех координационных операций по предоставлению помощи Украине, НАТО пытается на себя перебрать, скажем, вот те функции координации этой помощи. И, ну, в принципе, для этого у него есть возможность. То есть, там есть и комитеты, и агентства соответствующие, которые занимаются и военной помощью, и логистикой, и доставкой, и так далее, и так далее, и так далее. И, в принципе, ну, скажем, еще в начале войны, когда только зашла речь об организации Рамштайна, я вообще-то предполагал, что этот Рамштайн будет функционировать на базе вот тех институций, организаций НАТО, которые уже существуют. И меня было удивлением, что, скажем, они пока в стране. Сейчас они задействуются на полу. Это плюс. Это плюс для, ну, скажем так, европейского крыла НАТО, которые пытаются, ну, каким-то образом снизить давление Соединенных Штатов. При этом все прекрасно понимают, что Штаты продолжают играть ключевую роль. И в оказании помощи, и в координации этой помощи от третьих стран, даже не членов НАТО, и так далее. То есть здесь, ну, пойдет процесс такой настройки. Это может вызвать некоторые, ну, скажем так, затягивания отдельных процедур. Но я не думаю, что это будет надолго, и это каким-то существенным образом повлияет и на, скажем так, объемы, и на темпы представления помощи Украине. В этом уже не заинтересованы сами европейские страны. И то, с чего вы начали разговор, а то, что приводится в боеготовное состояние силы НАТО, уже еще раз подчеркивает вот этот тез. То есть Европа чувствует, что она в опасности. И дай бог, чтобы там поскорее не только у, скажем так, военного руководства НАТО, а у политического руководства всех стран НАТО, ну, проснулся вот этот инстинкт самосохранения. Речь идет сейчас именно об этом. О самосохранении и стран, и европейских стран, и таких институтов, как и ЕС, и НАТО. Николай Викторович, тогда пойдем дальше. Следующая очень интересная история. Россия оглушила GPS-сигналы десятков рейсов военного ВВС Великобритании над Восточной Европой в первые четыре месяца 2024 года. Об этом пишет «Телеграф». И, согласно анализу, каждый четвертый рейс сталкивался с помехами. И за первые четыре месяца британские воздушные суда совершили 504 полета над Восточной Европой. И за это время 142 самолета подверглись помехам. И в 60 случаях были зафиксированы повторные попытки заглушить сигнал. И здесь обсуждается, где же у России есть мощные центры для помех этих GPS-сигналов. И они тут вспоминают даже в Сирии, что есть один, и один есть в Калининграде. И дальше идет интересная другая вещь. Оказывается, что в МСМ, это такой совет, который находится при НАТО, при ООН, простите, пожалуйста, четыре страны Европейского Союза, Франция, Нидерланды, Швеция и Люксембург, подали жалобу на то, что происходит глушение их сигналов. Повторюсь, четыре. То есть, если мы говорили раньше о Британии, то здесь уже и Франция, и Нидерланды, и Швеция, и Люксембург и подали в один из органов при ООН. И эти государства указали на постоянные перебои в работе спутников в последние месяцы. По их данных, Россия глушила сигналы GPS на самолетах, что поставило под угрозу управление воздушным движением, а также прервало вещание детских телеканалов, показывая жестокие кадры войны в Украине. И вот это очень неожиданное заявление. И в этом издании тоже пытаются анализировать, где же находятся эти точки, откуда происходит глушение GPS-сигналов. Вот это о чем-то говорит или можем пропустить и пойти дальше? Ну, в принципе, это один из элементов войны. То есть, мы уже говорили, что и НАТО об этом говорила, Россия об этом постоянно подчеркивает, что война ведется во всех доменах. И в киберпространстве в том числе. То есть, такие точки – это, в принципе, это не точки, это целая сеть таких систем, задействованных в таких операциях, информационно-психологических, кибернетических операциях, которые включают в том числе и спутниковые системы. То есть, вот те случаи с глушением GPS-сигналов на авиалиниях – это не единственные примеры. Такие примеры были с глушением транспордеров в Черном и Балтийском, в Северном морях, когда суда сбивались курсы и оказывались, в общем-то, не там, куда они, скажем так, направлялись. То есть, это, в принципе, происходит давно и вызывает не только настороженность, но и ответные действия. То есть, в принципе, скажем, и Россия ощущает на себя, на себе, скажем, последствия тех киберопераций, которые проводятся после нее, в том числе с участием Украины. То есть, тут нельзя сказать, что это какая-то односторонняя такая вот вещь, которая со стороны России, которая мешает, например, странам НАТО проводить свои какие-то операции или проводить какую-то мирную деятельность и так далее. Это война в киберопространстве. Очень широкая война, очень серьезные последствия. Потому что ей подвергаются не только, скажем, военные объекты, а это очень часто это оружие, скажем так, неизбирательного действия. И тут могут пострадать и мирные цели, и энергосистемы, системы, скажем, подачи топлива и так далее, и так далее. То есть, вот вы сказали, что это уже, правда, целевая, целевая, скажем так, операция, когда прерываются детские передачи и транслируются вот те ужасы войны. Причем понятно, в каком контексте. То есть, это все война в киберпространстве. И тут очень серьезные вещи, скажем, требуются вот из самих стран НАТО. Там тоже есть такие центры. Один из центров в Эстонии, например, в Финляндии есть такие центры по кибербезопасности. В них участвует Украина. И очень успешно участвует. И опыт Украины, учет, вернее, вот тех уроков, которые извлекают члены НАТО из вот таких операций и контропераций в киберпространстве, они, в общем-то, способствуют тому, что выстраивается более четкая стратегия поведения таких стран. Именно вот в этой сфере. И не только в этой сфере, потому что изучается опыт войны не только в киберпространстве, а во всех остальных доменах. То есть, во всех остальных измерениях. И суши, и море, и воздух, и Казахстан. Парламент Финляндии одобрил соглашение о сотрудничестве в области обороны и предоставил США доступ к 15 военным объектам на своей территории. Я так понимаю, что теперь будут военные базы в Финляндии, американские. И это вот, помните, это же интересная история, о которой говорилось, о расширении НАТО, что Путин так нервничал. Ну вот, получил то, что, собственно говоря, из-за чего, как он публично высказывался, он нервничал. И тем не менее, и вот вспоминая это, и вспоминая ваши слова о стратегии, очень хочется вернуться к этой фразе. И как вам кажется, вот вы, анализируя все, что происходит за эти два года, так или иначе, как вам кажется, появилась у Запада наконец-то какая-то стратегия? Вот, что можно допустить, что допустимо, что недопустимо теперь вообще. И это тоже очень важный момент. Потому что вот недавно Блинкетта выступал на одном из Брукенс, если я не ошибаюсь, институте, где он заговорил о том, как он видит, что же для Украины выглядит победой. И он сказал о многих вещах, о том, что Украина уже выстояла, что нужно создать все, чтобы Украина могла защищаться, чтобы она развивала свое производство, чтобы она была финансово состоятельной, чтобы она была демократической стороной, нужно все-все-все для этого сделать. Но ни слова, ни слова не прозвучало о границах. Ну вот, не прозвучало. Вот. И в этом смысле вот все это, о чем мы говорили до этого, видя какой идет накал, то, о чем вы сейчас тоже говорили, немного о стратегии. Видите ли вы ее? Ну, какую стратегию вы имеете в виду? Со стороны Соединенных Штатов или со стороны... И со Штатов, и со стороны Европейского Союза. Как она вам представляет? Потому что вот недавно я говорила с Сэмюлем Чарфу. Я у него спросила просто прямо и откровенно. Есть программа у команды Байдена в отношении... Стратегия в отношении Украины? Он сказал нет. А у Трампа есть? Он говорит, нет. Я говорю, так подождите, у Америки вообще нет стратегии в отношении Украины? Он говорит, ну, как-то так. Но это вот же в интервью прозвучало, это же не просто так. Да, и тут, скажем, я думаю, что первую скрипку играют вот как раз вот те вот страхи ядерного апокалипсиса. Очень боятся, скажем, довести Россию до той границы, когда она сможет принять такое решение. А такое решение, в общем-то, вот эти красные линии, они рисуются у России сама. Она сейчас говорит о том, что может пересмотреть свою доктрину ядерной безопасности и так далее. То есть она может считать, скажем, поводом для того, чтобы нанести ядерный удар, она уже имеет такое право. Например, удары по стратегическим ядерным объектам, такие как, например, станции раннего предупреждения, по которым наносились уже в Украине удары. Она может рассматривать, скажем, поводом для такого, ну, как они говорят, эскалации ради деэскалации, такого ядерного удара, скажем, попытки Украины отвоевать свои индексированные территории, которые она уже внесла в Конституцию и считает их своими. И вот и Соединенные Штаты, и европейцы этого очень боятся. Они не считают, что это простой шантаж. А это простой шантаж. Путин сам боится этого ядерного удара, потому что знает, что будет в ответ. И те разговоры, что, скажем, если Россия не восстановит свое величие на мировой арене, то зачем он вообще такой мир? Давайте уничтожим все. Это детские сказки. Это просто питерская шпана решила, скажем так, поиграть на нервах у западных, как они считают, западных лохов бизнесменов. Они их считают слабаками. И пока что правильно считают. Только достаточного ответа именно на ядерный шантаж что-то не получил. Несмотря на все предупреждения, формальные, неформальные, со стороны и Соединенных Штатов, и Китая, и так далее, он продолжает гнуть свою пол, играть в свою игру. До тех пор, пока ему будут позволять играть в эту игру, он будет в нее играть. Как только он, скажем, получит первый сигнал, что шантаж не срабатывает, он от него откажется. Шантаж на этом закончится. Это принцип любой шпаны. То есть тут все понятно. По поводу стратегии. Тут вот в чем такая штука. Стратегия – это, скажем, путь достижения какой-то конечной цели. И конечная цель – это ключевое слово. То есть к чему мы идем? Вопрос не то, как мы идем, а к чему мы идем. То есть если, скажем, в этой конечной цели присутствует такое понятие, как развал России, то Запад этого не хочет. Он боится дестабилизации. Всего этого пострадянского пространства. А развал России этим грозит. На территории России может просто быть развязана гражданская война. С непредсказуемыми последствиями. С непредсказуемыми, скажем, масштабами. Почему этого боятся, я, по правде говоря, не пойму. Ну да, грозит гражданская война. Но кто мешает до этого, например, через какие-то нелегальные, неформальные механизмы налаживать, например, взаимоотношения с будущими субъектами вот такой развальной России. Тем более извне никто ее разваливать, в общем-то, и не собирается. И об этом открыто говорится, что никто не посягает на единство России. Но победа в Украине может послужить катализатором вот такого развала. Почему бы этот катализатор не запустить? Бояться, что ядерное оружие попадет в руки, скажем, нежелательно из, скажем так, в руки. Но был прецедент развала Советского Союза, что почему нельзя его повторить? Задействовать те же самые механизмы. То есть все эти вопросы технические. А вопрос, в общем, касается, если мы говорим об, скажем так, стратегии Украины, то она, в общем-то, сформирована. Если вы помните, еще где-то в середине 2022 года, я уж не помню в какой статье, мы обрисовывали, в общем-то, это один из сценариев условия победы Украины. Это, во-первых, выход на границы 1991 года. Граница – это обязательное условие. Ну, плюс, скажем, те элементы, которые там ставлены, скажем, так называемую формулу Зеленского, формулу мира. И плюс к этому, про что никто почему-то до сих пор никто не говорит, это возобновление действия договора об обычных вооруженных силах в Европе. Адаптированно. Скорее всего, адаптированно. Потому что ситуация изменилась существенно. Но одним из элементов такого договора является отведение наступательных вооружений за Урал. Я имею в виду российских. Ответные шаги НАТО и ЕС – это, ну, скажем, какие-то фланговые ограничения, которые были предусмотрены в этом договоре. И главная цель была, главная, скажем, идея этого договора состояла в том, чтобы на границах, скажем, России и Европейского Союза не было наступательных группировок. И поэтому вдобавок к этому договору о обычных вооруженных силах был принят такой виденский документ о проведении, скажем так, учений вообще военной деятельности. Был принят договор об открытом небе по мониторингу, скажем, выполнения вот этого виденского документа. То есть, вот возвращение вот к этой, скажем так, парадигме, скажем, в отсутствие в мирное время накопления сил и средств на границах, которые могли бы, скажем, способствовать агрессии, вот это является, я так думаю, что это является одним из, скажем, элементов вот той победы, про которую мы говорим. То есть, конечного, итогового состояния, в котором Украина хотела бы оказаться. И в таком, я так думаю, что в такой же ситуации хотели бы оказаться и все европейские страны. То есть, это, в принципе, отсутствие угрозы агрессии со стороны России. И к этому надо вести, ее надо вынуждать. И тут второе ключевое слово – вынуждать. То, когда речь заходит о том, что мы вот соберем там какую-то мирную конференцию, мирные переговоры начнем, будем искать компромиссы. Но какие компромиссы? Во-первых, большинство конфликтов в последнее время, я имею в виду, после Холодной войны, те, которые заканчивались поиском вот таких компромиссов, эти конфликты потом возобновлялись. Как правило. Большинство из них. Если только, скажем, там не стояли какие-то, не обсуждаясь какие-то, скажем, принципиальные интересы сторон. В всех остальных случаях они просто возобновлялись. Большинство конфликтов. Если взять, например, то же издание Сипри, которое у нас в центре издает, и посмотреть на динамику, скажем так, постконфликтного развития вот тех стран, тех сторон, которые были в увеличении конфликта, то, в общем-то, никаких принципиальных проблем вот эти переговоры не решали. То есть компромиссы касались каких-то второстепенных вещей. В основном гуманитарных, в основном гуманитарных вещей. Но вот такие, скажем, элементы компромисса, они рано или поздно ну, скажем так, теряют свою действенность. Они размывают. А проблемы остаются. И не только остаются, но и углубляются. И поэтому вот та стратегия, скажем так, как часто говорят, капельной помощи в Украине, она скорее соответствует стратегии Путина, а не стратегии Украины. Именно Путин рассчитывает на то, что вот такая помощь будет поступать постепенно, только в ответ, только как реакция, а не как предупреждение. Не как, скажем так, факт перехвата инициативы. То есть никакой инициативы со стороны Запада тут нет. Инициативу управляет только Украина. Мы боремся с Путиным на поле боя, а не Запад. Западным оружием, да. Опять же, не в том количестве, не в таких, скажем так, в темпах поступления, какие нам бы хотелось для того, чтобы реализовать свою стратегию. И тоже вот в одном из, скажем, в одной из статей я тоже говорил, что серебряную пулю мы ищем и там. Серебряная пуля – это не какой-то образец вооружения. Это не F-16, не атаканцы. Серебряную пулю надо искать в том, чтобы найти, скажем так, свести воедино вот те цели Украины и Запада и перейти к совместному планированию, к стратегическому планированию. А если мы говорим, скажем, о стратегии более широкого плана, скажем, о тех мирных инициативах Зеленского, о саммитах мира и так далее, то да, они, в принципе, конструктивные, но только там надо выходить с другой идеей. Не с идеей, скажем так, обеспечения продовольствия, не с идеей, там, строительства новых атомных электростанций, обеспечения безопасности. А необходимо говорить о том, что вот те мирные планы, которые предлагают Китай и Россия, это начало неоколониализма. Потому что они… Это интересно, кстати. Это очень интересно. Они представляют право сильного. Несмотря на все заявления, что мы будем там, скажем, уважать суверенитет всех малых и больших стран, ну, мы видим, как это реализуется направо. То есть, предлагается отмести в сторону все, скажем, требования Украины и учесть безопасность России. То есть, безопасность сильной страны. А теперь представим, например, ту же самую Африку, ту же самую Китай или Россия, накачивают какую-то страну интересную, экономически интересную для них, вооружением, присылают туда какие-то свои военные компании и захватывают там власть. Более того, они могут, скажем, перейти к таким, скажем, планам и в отношении соседних стран. захватывают там интересные для них территории, интересные с точки зрения сырьевых ресурсов и портовой инфраструктуры. И что потом? Если, скажем так, если реализован такой прецедент в отношении Украины, что признается, например, право России аннексировать интересные для нее территории, территории Украины, то почему такое нельзя сделать в Африке? Вот о чем с ними надо говорить. Они все оказываются под угрозой, потому что никто из этих стран не может считать себя сильной страной. То есть к ним будет применено право силы. И все, конец их авторитета. В остальном, а что они будут делать эти страны, ну, скажем, если у них аннексируют вот такие территории богатые на природные ресурсы, за счет чего они, в принципе, и живут. Останется жить на гуманитарную помощь. Гуманитарная помощь тоже не бесконечна. И придется договариваться, опять же, с сильными мира сего. Вот о чем необходимо говорить с этими странами. А не о том, чтобы осудить колониализм тех стран, которые когда-то там были. его уже давно нет. Градет новый колониализм со стороны Китая и России. Если позволите, я хотела бы продолжить по поводу к пипеточной помощи. Мне показалось это интересным фактом. Не знаю, насколько можно доверять такой информации, но тем не менее. До конца года Украина будет иметь больше самолетов в F-16, чем квалифицированных пилотов, чтобы ими управлять, отмечают американские чиновники. И законодатели во главе с демократом Адамом Шифом поддержали запрос Украины на подготовку еще десяти украинских пилотов F-16 в этом году. И в новом письме чиновники попросили Ллойда Остина это сделать. Потому что недавно Украина сейчас известно, что Украина имеет 30 пилотов, которые могут начать обучение в США немедленно. Украина написала такое письмо, что уже 30 пилотов, которые могут начать обучение немедленно есть. Но администрация Байдена сообщила Киеву, что ей не хватает учебных мест в программе в Аризоне, чтобы принять более 12 пилотов-стажеров одномоментно. Да что же это такое-то? Мы же, я же уже обсуждаю это, читая западные, я не знаю, что там, Вашингтон-Пост, я не знаю, CNN, New York Times, они же все уже полтора года как рассказывают, как они просто успешно готовят украинских пилотов. А оказывается, вот только на 12 человек есть место. Что это такое? Это повод ничего не делать. Когда ты хочешь что-то сделать, ты ищешь способ. А когда не хочешь ничего делать, то ищешь повод. Ну вот они повод такой для себя избрили. В принципе, есть, скажем так, подвижки и в другую сторону. Было же такое решение, когда Конгресс одобрил, скажем, ну, даже не одобрил, а как я же там забыл, как фраза именно звучит, что Соединенные Штаты не будут препятствовать действию на территории Украины, скажем, военизированных формирований своих, негосударственных. Вот, скажем, это в принципе могло бы там сыграть такую очень сильную роль. Потому что в эти военизированные формирования, ну, скажем, военные компании могли бы входить и пилоты. То есть присылать сюда не только обученных пилотов, но и, скажем, отставных, которые с ней проходят службу вооруженных сил в Соединенных Штатах, пилотов тех же Ф-16. Это их добровольное, конечно, согласие. То есть это военные компании, это вообще добровольное формирование, это не государство. Они получают за это деньги, да. Они будут, скажем, они не представляют, скажем, интересы Соединенных Штатов. Они представляют интересы вот этой компании. Так эти компании действуют по всему миру. Почему бы ты не использовал такой опыт в Украине? Это не только могут пилоты, но и обслуживающий персонал по подготовке тех же F-16 и другой западной техники. То есть это, я вот такой механизм вижу, как один из способов, скажем так, решить вопросы с той же мобилизацией, которая у нас стоит очень легко. И с теми, скажем так, несогласными голосами, которые выступают против направления в Украину войск НАТО. Это не войска НАТО. Это силы частных компаний. То есть очень противоречивые, скажем так, вот такие телодвижения на Западе наблюдаются. определенности здесь не привносят все предвыборные компании, которые там проходят. То есть все завязывает сейчас на выводе. То есть каким образом электорар будет реагировать на все вот эти инициативы. И я так считаю, что Байден пропустил очень важный момент, когда он мог бы, ну скажем так, в выигрышном для себя ключе повернуть всю вот эту предвыборную компанию. Мы об этом тоже говорили. Что будет критика и со стороны републиканцев, и будет критика со стороны и демократов в том числе. И будет вопрос, а где же ваши стратегии, господин Байден? Мы об этом говорили еще задолго до того, как, скажем так, такие голоса там появились. Когда конгресс, когда республиканцы в конгрессе предложили свою стратегию и спросили, а когда же господин Байден будет ваша стратегия? То есть Украина об этом говорила задолго до этого. Мы-то тогда еще говорили, что единственным, скажем так, единственной выигрышной картой, единственным козырем, это будет победа Украины. она перебьет все негативы, которые связаны, скажем, с Украино-Российской войной и с помощью штатов в этой войне. вот этот момент был пропущен. А теперь они думают, как бы это наверстать, заставшиеся до выборов месяц. Поздно. Очень поздно. К сожалению, все это оплачивается кровью украинских полков. к очень большому сожалению. Николай Викторович, спасибо вам огромное. Спасибо, что были сегодня с нами. Очень надеюсь, что, возможно, у вас найдется немного времени на следующей неделе уже после саммита поговорить о каких-то реальных результатах, потому что очень интересен ваш взгляд на то, что будет происходить там. Спасибо вам огромное. Спасибо вам за приглашение. Спасибо. Николай Сунгуровский был сегодня нашим гостем, за что мы очень признательны. Конечно, благодарны вам нашей спонсорной платформе Патреона на YouTube. Оставайтесь с нами. Спасибо. Спасибо. .